в чьих интересах «Нафтогаз» судится с правительством Украины. Национальная акционерная компания «НАК» «Нафтогаз» в лице своей дочерней компании «Укургаздобыча» подала в окружной административный суд Киева исковое заявление против правительства Украины. Поводом стало несправедливое, по мнению ИСЦАН, решение межведомственной комиссии, отдавшей в аренду на 50-летие американской компании «Украина Нерджи Элси» расположенное в Черниговской области в Орвинское нефтяное месторождение. Предложение «Укургаздобычи», как утверждается, было более выгодным для государства. Удивительно, но эту новость первой сообщил американский журнал «Тайм». И лишь потом официальный пресс-релиз появился на сайте «Укургаздобычи». РГ разбирается, почему украинские судебные тяжбы так интересуют американские СМИ. На первый взгляд, ситуация, когда газкомпания 100% акций НАК находится в собственности правительства подает иск против собственника, уникальна сама по себе. Но еще удивительнее то, что «Нафтогаз» угрожает интересам американцев главных геополитических партнеров Киева. В действительности же, ничего удивительного здесь нет. Минус. Путин надеется, что Россия договорится с Украиной по газу. Напомним информацию, которой нет даже на официальном сайте «Нафтогаза». Стратегические решения в НАК, после реформы корпоративного управления, проведенной с 2015 по 2017 год по настоянию и рекомендациям МВФ, Ебреаэссер, принимаются уже не правительством и вообще не украинцами. Главным итогом реформы стало переформатирование независимого наблюдательного совета и фактическая передача ему всех рычагов управления, в том числе права назначения руководства. В этот совет входит семь человек, из которых четверо иностранные граждане, рекомендованные правительству опять же иностранными партнерами. Оставшиеся три места в совете, заполняемые премьером, президентом и парламентом, по большому счету также занимают люди, связанные с Украиной лишь одним из гражданств. То есть председатель правления НАК Андрей Кабалев в действительности не самостоятелен в принятии многих решений и проводят линию, начертанную наблюдательным советом, в том числе на переговорах с Россией. Сегодня в этом совете есть граждане Британии, Канады, Франции и США, все с большим опытом работы в энергетике. Особо заметен в этом списке Амас Хахштейн, бывший специальный посланник и координатор по международным энергетическим вопросам Газдепа при администрации Барака Обамы. Легко предположить, что это представитель интересов демократической партии США, того ее крыла, которому принадлежат Чита Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден и сам Джордж Сорос, с которым тот же Кабалев неоднократно встречался в последние годы. Нафтогаз угрожает интересам американцев главных геополитических партнеров Киева. В свою очередь Украина Нерджи ЛС создана имеющим украинские корни американским инвестором Майклом Блейзером, которого связывают с бывшим министром энергетики республиканцем Риком Перри. Если верить агентству Associated Press, Блейзер был одним из спонсоров избирательных компаний Перри с 2000 по 2015 год, то трижды становился губернатором Техаса. Можно предположить, что идею иска против республиканской бизнес-компании «Нафтогазу» подсказал демократический член Наблюдательного совета. Развитие дела открывает демократам перспективы для начала кампании против Перри, а значит, и Трампа, по обвинению в коррупции или давлении на Киев, что по меньшей мере оттенит в американских СМИ скандал вокруг компании «Боризма» отца и сына Байденов. Собственно, иск это развитие уже случившегося скандала. В октябре издание «Политика» обвинила Рика Перри в давлении на Киев. Якобы тот требовал расширить состав Наблюдательного совета НАК, добавив туда больше американцев, а также лоббировал увольнение Кабалева. В ответ Перри назвал обвинение выдуманной историей и рассказал, что действительно давал Зеленскому рекомендации по расширению совета, но делал это по просьбе правительства Украины. Учитывая явленное Зеленским под обострастие при общении с Дональдом Трампом и плохо скрываемое желание ему понравиться, версию Перри об инициативе с украинской стороны несложно поверить. Между тем, дипломатическая миссия США в Киеве продолжает нести кадровые потери. Минус. Украина назвала желающая присоединиться к нормандскому формату страны. Известно, что вновь оказавшийся вакантным пост руководителя американской дипмиссии на Украине займет Кристина Квен заместитель главы посольства. Факт явного понижения уровня дипломатического представительства США в стране, ставший главным предлогом для запуска политическими противниками Трампа процедуры импичмента против него, очевиден. И, вероятно, такая ситуация затянется на неопределенный срок. Появившиеся же в газете The Washington Post утечки об уже подобранной Белым домом кандидатуре отставного армейского генерала Кейта Детона на пост будущего посла США на Украине едва ли добавят оптимизма киевским властям. Ведь с учетом законодательно закрепленного в США требования об утверждении на Капитолийском холме кандидатур всех назначаемых американских послов за рубежом шансов на то, что эта процедура пройдет быстро, практически не имеется. На фоне раскручиваемого импичмента против Дональда Трампа и предстоящих в следующем году президентских выборов в Америке кандидатура посла США на Украине рискует стать весьма токсичной вакансией, которая к тому же наверняка будет задействована в обостряющейся межпартийной политической борьбе в Вашингтоне. Подготовил Александр Гасюк. В мире экс-СССР Украина экономический кризис на Украине.